привет это михаил викторович тема сегодняшнего занятия организации рекурсивных вычислений это у нас на сегодняшний день задача номер 16 г по информатике давайте разбираться что это такое значит прям задание так и называется по кодификатору и g давайте разберем на примере задана функция что означает слова рекурсивно означает что функция определяется через собственное значение то есть определение через само себя вот что такое рекурсия вообще это задание было и бумажном варианте и г допустимы его решение вручную давайте вот с простого очень примера начнем я вам покажу как можно его решить здесь у нас такая тематическая запись ну я сказал что задание такое немного по математике наша задача вычислить значение f от 5 значение функции при n равное 5 можно сразу пробовать записать чему равно f от 5 можно постепенно записывать чему равны и значения функции подбираясь к этой пятерки например записать f от 2 f от 2 то есть если у меня аргумент больше чем единица так у меня работает вот эта формула значит записываю подставляю в эту формулу вместо n двойку получаю f от 2 минусы давайте один раз супер подробно пишу так умножить на n плюс 1 на 2 плюс 1 получаю f от единицы умноженное на 3 f от единицы я знаю это у меня единица значит 1 умножить на 3 это у меня 3 считаю f от 3 f от 3 это у меня f от 2 то есть подставляем в эту формулу вместо n уже тройку так умножить на 3 плюс 1 4 f от 2 я к этому моменту знаю это 33 на 4 12 нахожу f от 4 f от 4 это у меня f от 3 умножить на 4 плюс 1 5 получаю 60 так ну и последнее значение f от 5 это у меня значение f от 4 умноженное на 5 плюс 1660 на 6 360 вот такой получаю ответ то есть задание при небольших значениях н вычисляется вручную ну и при больших кстати тоже мы сами примеры посмотрим как можно использовать вот этот прием то здесь задание такое но можно сказать строго математическое описание действуем по нему получаем ответ значит как это у нас программа все записывается тоже тут никаких сложности нет довольно стандартная программа определяем функцию f давайте ее большую напишу как задание который у нас зависит от одного аргумента и следующим правилом значит если значение аргумента у нас равно единице то функция возвращает значение 1 вот и записал этот факт f от 1 равно 1 так я думаю что я имею право else написать но давайте для порядка напишу как у меня в задании формально все перепишу если он больше единицы вернуть следующее значение f от n минус 1 помноженное на н плюс 1 вот записал формально формулу основная программа у меня основная программа печатаю значение f от 5 пожалуйста вот ответ 360 двумя способами полученный значит правильный вот такая простая задача ну собственно говоря познакомить тех кто не знаком но я думаю что как это в тайм-кодах можно написать видео начинать смотреть вот с этой минуты давайте переходим к задачам посерьезнее там и так в общих чертах познакомились что это за задача значит давайте но чуть-чуть усложним да уже у нас здесь такая формулировка и посложнее записано функция и значение 32 конечно руками вот здесь вот перебирать до 32 уже никакого желания нет поэтому конечно давайте на языке функции мы это с вами начнем записывать и так значит функция возвращает значение равное двум при аргументе меньшим трех значит пишу если у меня аргумент меньше трех функция возвращает значение 2 это я записал вот эту строку второе условие если н больше 2 и четно если н больше 2 и при этом четность четность определяем с помощью остатка отделения на 2 н больше 2 и четно тогда следующая формула у меня работает вот она и фаты минус 2 плюс фаты минус 1 так ну и последнее нужно прописать я здесь не сторонник писать else дело в том что она сразу читабельность сильно ухудшает поэтому я не ленюсь каждый случай и фам самостоятельно прописываю значит если н больше 2 и при этом нечетно нечетно значит остаток отделения на 2 ну либо равен единице либо не равен нулю можем записать то у меня формула вот такая функция возвращает значение фаты минус 1 минус фаты минус 2 а и плюс 2 н еще да чуть не забыл плюс 2 умноженное на так а в первом случае вот я минусы да у меня тут скрылась за буквами фаты минус 2 плюс фаты минус фаты минус 1 минус в плюс 2 н она там больше двух нечетно f от 32 просят напечатать вот формально записал функцию рекурсивную на языке функции и значит готов получить ответ так 3194 ну вот чуть посложнее понятно руками уже не решается такое задание получили ответ на 3194 супер двигаемся дальше так ну давайте вот еще да еще немножечко усложним вот такая уже у нас функции я думаю здесь тоже проблем не будет давайте просто аккуратно все пропишем если у нас единица функция возвращает значение единицу это первое следующее если аргумент 2 то функция возвращает значение 2 я тут мог конечно конь творчество проявить написать что если он меньше либо равно 2 то f от n равно n но не надо на давайте тут формально сложности никаких нет если n больше 2 и четно это у меня вот этот вариант здесь у меня получается вот такая штучка до квадратными скобками обозначены значение целой части но что я вижу меня до 4 n минус f от n минус 3 нацело поделить на 8 так давайте так и запишем значит я 4 умножаю на n вычитаю f от n минус 3 и нацело делю на 8 да то есть здесь деление идет целой численно раз минус на только целая часть этого выражения так ну и собственно в последнем случае тоже аккуратненько формулу пишем 4n минус f от n минус 1 плюс f от n минус 2 готова и нацело делю на 8 нацело делю на 8 то здесь пожалуйста могу не обязательно одно могу вот всякие выражения такие вот записывать собственно вот тоже формальное описание для каждого значения аргумента сказано что нужно делать как действовать допускаем так значит здесь и что забыл равно поставить 7 моментально ответные 7 до 3 минуту в принципе ошибиться можно только при переписывании да в целом то здесь в общем то все стандартно так ну вот это умение формально записать функцию на языке программирования математическую функцию пока мы с вами вот такие издания посмотрели я думаю это все элементарно ну ду почти все из вас это делать умели чуть-чуть задачу усложняем и у нас здесь появляется вопрос уже да не просто посчитать значение а вопрос сколько существует таких н что значение функции равна 3 обратная на задача здесь может качество нужно решить уравнение функциональной эти все значения при которых у нас фатин равно 3 давайте значит описание функции эти мне удобно я тут только исправляю значит функция принимает значение 0 если у нас аргументы и 0 значит функция принимает значение фатин деленное на 2 если он больше 0 и четно так но какая-то популярная в подборку попалась формулировка вот вообще конечно это не во всех заданиях так но видимо тоже часто попадается значит здесь что я в этом случае до черных н больше нуля и четно так и больше 0 да здесь исправляю и четко то рф от n деленное на 2 давайте я здесь подстрахуюсь немножечко нацело на 2 поделю дело в чем что вот если я допустим ну я знаю что число то у меня четное а вот если я 4 нацело делю на 2 то я получу ровно двойку а если я не нацело просто вот так поделю на 2 я получу 2.000000 и может быть из-за технической реализации питона в каком-нибудь 150 знаке не 0 и потом у меня не сработает проверка на отчетность а поэтому здесь страхуемся пишем вот так вот я чуть позже покажу о чем идет речь так значит и следующий до случай если нечетно то есть тут вот этой проверки уже нет просто если нечетно то мы возвращаем значение единица плюс f от n минус 1 мне нужно ответить на вопрос сколько существует таких н для которых чего-то там но давайте количество этих н посчитаем с помощью циклов о так здесь смотрим от единицы включительно до 1000 включительно значит пишу плюс один проверяю и фон значит если у меня значение функции от н равно 3 то количество таких н я добавляю единицу добавляю единицу может возникнуть вопрос не затянется ли этот процесс у нас до 1000 это значение большое для вот этих вычислений то есть видите тут тысячу раз надо будет функции самой к себе обратиться в общем вопрос интересный давайте смотреть печатаем смотрю ну быстро да быстро он проскочил 120 но вообще сомнения здесь были да насколько он вот это сможет все посчитать но это же мы сейчас постепенно к этому с вами подберемся немножечко поговорим про производительные мощности да вот такие у нас тут есть ограничения ну вот давайте сразу скажу что допустим 10000 мы здесь уже писать не имеем права хотя оказывается имеем да вот он тоже посчитал один десять тысяч ну ладно видимо и фатен а из-за того что н пополам так но мне уже любопытство распирает а сто тысяч я могу написать или нет так могу ну долго миллион ну призадумался да так хотя досчитал ну ладно в общем тут такие эксперименты пока непонятно зачем нужны так тысяча у нас так ответ я забыл пока тут баловался так ответ 120 получается 120 ну в принципе доверяем все правильный ответ получили о чем я говорил про делимость да давайте я вам на простом примере покажу вот переберем все нки от 1 до 100 если у нас нка делится на 2 то напечатаем значение значит н деленное на 2 вот так вот я сделаю это уберем так но здесь он нацело поделил на вину при больших значениях каких-то общем здесь особенности питоновской арифметики не всегда у нас деление нацело дает нужный результат да так вот конечно мне сейчас как челлендж звучит вам придумать какой-нибудь пример когда у нас может не нацело поделиться так ну видимо не судьба так ну ладно тогда вам придется на славу поверить выше здесь поставить вот это деление нацело вот такая задача видим пока в принципе тоже формально описали функцию прогнали цикл все у нас сработало далее вот такой хотел пример вам показать когда у нас есть некоторая функция f которая может быть сама от себя не зависит но она зависит от значений некоторой функции же а функция же в свою очередь зависит от значений функции f до это в математике такое значит описание называется неявная рекурсия то есть вот в явном виде функции сама от себя не зависит но зависит от значений функции которая вместе с ней до определена и поэтому они друг от друга зависят и вот получается что неявным образом она сама зависит от себя что здесь делать давайте тоже формальное описание выполним для функции f значит функции у нас возвращает единицы если аргумент равен единице так если же у нас n больше единицы то она возвращает следующее значение 2 умножить на g от минус 1 плюс 5 умноженное на n вот такая у нас формула функция же ты значит если так че я написал тут n равно единице так если n равно единице возвращает значение 1 если n больше единицы возвращает значение вычислены по формуле f от n минус 1 плюс 2 так 2 умноженное на n так вот и здесь вот ну в детстве тоже я к познакомился с такими функциями возникал вопрос смотрите я описываю функцию f а в процессе описание функции f я использую функцию же и у меня вот детстве такой вопрос возникал а я же вот пишу описание функции f и в какой-то момент у меня программа доходит до значения же и такая так а я же не знаю что это за переменная чему она равна до где мне убрать я же только потом описываю ее так ведь вот же понятно когда встретила тут f ну окей потому что это раньше у нас описано то есть она уже к этому моменту когда увидела что такое f ну вот же описание есть да а здесь что такое же она же не знает то есть раньше не встречалась но никаких проблем тут нету даже старой версии паскале это вот такие описания неявных рекурсий допускают и студ никаких противоречий не возникает я думаю современные дети не задумывается об этом просто пишут и все хотя у здесь такой формально повод задуматься я думаю был что ж мы готовы ответ на озвучить ну и так чему равно значение f от 4 плюс 4 это просит нас указать тоже то есть вот когда у нас неявная рекурсия да пожалуйста 89 ну так же скажу что данное здание можно и руками делать посчитать f от 2 же 2 f от 3 же 3 и так далее то есть принципе туда же не сильно громоздкие вычисления да вот обратить внимание одно из решений тут руками сделано 89 да ну конечно компьютерное решение смотрите почти как списал домашку да даже один один в один получилось то про белый только стер ну ладно идем дальше вот и это вот такая мода в этом году в прошлом году по моему не так часто это встречалось в этом году уже сплошь и рядом стали пихать вот такие огроменные значения аргументов да то есть больше 1000 там 2000 еще что-то типа вот год да вот ну задачах таких там двадцать четвертом году появилась задача вот придумали тут 2024 значит если мы формально подойдем к описанию этой функции значит f от n равно 1 если n равно 1 если же n больше единицы то мы возвращаем значение n умноженное на f от n минус 1 так вбиваем сюда выражение f от 2024 минус f от 2023 так скобки тут мне надо вот это все я делю на f от 2022 где ты нормально до хватает скобок у меня разность в скобки взял да потому что у меня разная делится на вот это запускаю ну все да закончилось так если тут по нолику убрать давайте вот так вот например если сделать я думаю что он нормально посчитал посчитал вот но видим что в какой то есть ошибка у нас не в записи да не в каких-то вычислениях ошибка именно технического плана он у нас не может посчитать да уже начинаю с каких-то значений мощности уже не позволяют ему это все посчитать а что делать вот здесь какие у нас с вами ограничения по мощностям то есть от предыдущей задачи помните он в принципе там считал и 10000 миллион читал здесь вот на что надо обратить внимание когда мы видим какой-то знак умножить это так сказать нам звоночек что все очень быстро будет расти давайте вот чисто даже эту функцию посмотрим что у нас f от единицы это единица f от двойки это у нас 2 умноженное на f от единицу это 2 умножить на 1 2 f от тройки это у нас 3 умножить на f от 2 3 на 26 f от 4 это у нас 4 умножить на 624 f от 5 это 120 ну и так далее так я думаю многие из вас узнали здесь знакомое слово факториал то есть это функция который вычисляет факториал значения но вот f от 10 к примеру это будет 3 миллиона шестьсот двадцать восемь тысяч восемьсот да то есть от 10 уже на миллион и счет пошел f от семидесяти это предельное значение которое влезало вот в старый китайский калькулятор который вот ну у многих так сказать школьников с первого класса есть но потом конечно все в телефонах считали но такое как приспособление 70 факториал это последнее значение которое он мог посчитать это приближенно уже 100 факториал это немыслимо какое-то гигантское число но вот давайте даже вот так для примера на посмотрим посчитать ли современный компьютер у нас значение f от 100 да смотрите вам видите скольки уже скольки значное число до f от 1000 я думаю ему уже будет не под силу хотя нет слушайте посчитал посчитал но где-то да на при на пределе возможности он работает я начал подозревать что может быть он f от 2024 сможет посчитать но она мы проверим с вами но прежде чем это делать давайте эту задачу то есть видим что как у нас компьютерный мозг бессилен до когда компьютерный мозг бессилен на помощь приходит человеческий будем значить человеческими мозгами это пытаться все сделать так как то некрасиво давайте картиночкой задание вырежу вот у меня значение так у меня там потерлось ну ладно вот такое выражение у меня в числителе начинаю писать что такое f от 2024 f от 2024 это 2024 умноженное на f от 2023 ну и минус f от 2023 вот такой у меня числитель пока что знаменатель у меня f от 2022 далее видим что f от 2023 можно вынести за скобку общий множитель в скобках будет 2024 минус 1 я с вашего позволения сразу запишу что это 2023 умножить на f от 2023 а что такое f от 2023 а f от 2023 это 2023 умножить на f от 2022 давайте может быть не так сильно подробно подписал да но вот это вот у нас f от 2023 а знаменатель все это время я в покое оставлял но и собственно я думаю вы догадываетесь почему и в этот момент я такой вижу ох они же сокращаются и я человеческим мозгом мозгом понимаю что такая какая разница чему он равен f от 2022 сколько там знаков запятых и скольки там 8000 миллион значное число оно у меня в числителе и в знаменателе точно такое но она просто сокращается и получаю ответ 2023 в квадрате 2023 в квадрате можно его напечатать ну и на самом деле функции это мне даже не нужно вот такой ответ получаю вот такой ответ посмотрим решение но пожалуйста да вот четыре миллиона пятьсот двадцать девять так проверяют у меня получилось так делаю кошечка 4 замечательно да ну это же вот здесь такое человеческое решение да вот но тоже скажу я вообще просто лютый противник вот этих вот импортов библиотек потому что вот пришли вы на игре дали вот такую задачу покажите мне хотя бы одного учить выпускника там из восьмидесяти тысяч выпускников сдававших игре кто такой а да я понял про чё это задание надо просто тут вот системных настройках немножко поковыряться и что там написать да никто не в жизнь так не делал и конечно на игре провели не проверяют умение подключить какую-то дам системную библиотеку чтобы у вас теперь 2000 рекурсии вы придете на игре вот любители вот таких вот всяких штук а вам сюда влепят еще пару нулей и все как бы ваши решения вот эти с библиотечками сразу отлетают это задание рассчитано конечно же на то что мы будем здесь математические к этому подходите все делать что я хотел показать в этой задачи смотрите что принципе в следующей задачи нам тоже это понадобится хотя давайте я наверно сразу к следующей перейду в принципе здесь скучновато мы ее уже разобрали вдоль поперек давайте на примере следующей задачи вот что мы с вами посмотрим дело в том что иногда все таки можно подобное значение без каких-то системных настроек но тоже вычислять я сотру все и вот такой момент то есть да понимаем здесь несложно эта задача решается и вручную то есть здесь но принцип очень похожий с дробью только здесь у нас значение f2024 минус мы также там пару слагаемых распишем видите здесь слагаемые там были множители там было дробь здесь разность там у нас сокращалась здесь будет уничтожаться то есть пару слагаемых распишем и увидим что в какой-то момент у нас уничтожаются и все нам засчитывать не обязательно но давайте на этом примере покажу вам такой прием этот способ немного ну нельзя сказать устарел но почему-то популярность он совсем не пользуется и так вот к ученикам рассказываю все таки о ничего себе чудак можно что ли было вот очень удивляются когда про него узнают давайте я с вами поделюсь этим способом а способ заключается в следующем мы вот эти значения функций не будем где-то вот в рекурсивных вычислениях до сохранять а будем записывать список значений что я имею в виду вот мне надо хранить там 2000 с чем-то 24 еще чего-то значение давайте так запасе com создаю список f списочек f давайте напишу в него 0 и и возьму ну давайте там 2100 вот так немножко с запасом элементов взял за поможем поменьше не критично первое знак при значениях аргументы меньше чем 7 у меня значение функции принимает 7 давайте с помощью цикла for запомню эти значения то есть для всех значения аргумента тут еще ребята такой момент у меня нумерация с нуля найдет нумерация с нуля здесь натуральное число то есть вот как бы мне еще f от нуля то до чтоб не не мешало ну давайте я думаю здесь не сильно помешает так от единицы до 7 не включительно до при меньше либо равно 7 я значение функции набиваю равные семерки так вот у меня в списке хранятся значение функции далее для всех последующих значений аргументов получается 7 включительно так но у меня тут 2100 я себе выбрал значение до 2100 набиваю вот эту формулку пишу что и ты элемент так тут тоже я 0 написал да и ты мне здесь значит это элемент у меня вычисляется по формуле 2 умножить но в моем случае и в качестве аргумента выступает плюс значение и минус 1 элемента вот таким образом я построил вычисление так не вам не стал показывать что рекурсивная функция бы не справилась да вот с такими значениями больше чем 2000 а вот эта программа должна справиться и вот здесь я принтую ф от 2024 минус ф от 2022 вот такая программа запускаю так так что ты а ну да квадратные скобки да вот здесь тоже частая такая ошибка что это у меня же теперь уже не фуну рука тянется до математически писать круглые скобки конечно тоже не функции это у меня элемент списка да поэтому я по квадратным скобкам через индекс обращаюсь он смотрите без проблем все посчитал без проблем посчитал 8094 ну можно с предыдущую программу с факториалами проверить вывезет она или нет 2000 факториал одну не знаю но тем не менее посмотрите как она здорово считает давайте поясню что происходит почему вот эта конструкция у нас работает а с рекурсивными вычислениями она у нас не работала но здесь люблю такой пример приводить вот если мы считаем через функцию до значения f от 2024 представьте что вы допустим человека который работает два через два спрашиваете какой сегодня день недели и начинайте выслушивать так ну вот я из отпуска вышел 5 января это была среда так значит седьмого в пятницу я на выходных значит 8 и пошел вот так вот это все вычислять здесь формально игре когда мы спрашиваем питона скажи пожалуйста f от 2024 чему равно он такой так ну вот судя по этой формуле которая у нас f от 2024 это 2 умножить на 2024 плюс значит f от 2023 что в свою очередь у меня так 4048 допустим я посчитал плюс f от 2000 так как у нас там идет 2 на 2023 плюс f от 2022 а ф от 2022 это у меня что-то там а это у меня еще что-то там а это у меня еще что-то там и вот так считает 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 и в какой-то момент конечно у него уже перегруз по памяти идет и он уже взрывать скобить не все и хватит я уже запутался я забыл что я считал уже все никакой памяти не хватает да то есть вот когда мы грубо говоря вот эти вычисления или рассуждения держим все в уме да у нас с вами не бесконечно размер мозга до который может хранить числа да поэтому конечно в какой-то момент таки так все стоп я уже не вывожу ничего посчитать не могу ну и точно также устроен компьютерный мозг вот в процессе вычисления рекурсивной функции в какой-то момент приходит переполнение такой нет все я уже ничего не помню все я все и выдает нам сообщение об ошибке чем отличается кардинально вот этот способ когда мы храним значение в списке в этом случае мы нашему питону на помощь даем кусочек бумажки грубо говоря в которой можно записывать и он начинает такой записать а так вот у меня первые семь значений есть до f от единицы есть f от двойки есть ну и так далее до f от семерки есть так f от 8 буду считать до f от 8 считаю это у меня что-то там что-то там на бумажечку записал до f от 9 считаю до f от 9 это у меня 2 на 9 плюс f от 8 а f от 8 чему равно о я знаю у меня вот на бумажке написано посчитал на бумажку записал и далее 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 да то здесь мы используем это внешнюю память но не совсем правильно слова внешне да то есть тоже часть оперативной памяти но не настолько дорогостоящую как память которая у нас используется при рекурсивных вычислениях то здесь мы храним данные в списке они у нас в определенный фрагмент памяти попадают и здесь ограничение у нас таких уже жестких нету там на 2000 но кстати проверить бы давайте я знаете как проверю я функцию f маленькую опишу вот эту так значит она у нас как работает значит если n меньше 7 то она у нас return 7 так ну просто посоревнуемся сейчас у нас рекурсия против списка значит если n больше либо равно 7 то значит return 2 умножить на n плюс f от так зачем эту скобки написал так плюс f от n минус 1 вот и давайте здесь напечатаем рядышком как у нас функция себя чувствует f от 2024 минус f от 2022 ну все да он ведь я горит все уже как он тут написано максимум рекурсен все на этом нашей курсе все окончено а сюда я думаю ну по нолику еще можно за сандалить так на тогда сюда только да еще 0 и добавить пожалуйста без проблем да давайте я тут осмелил овощи еще пару нулей влеплю да вообще без проблем видите как здорово то есть практически никаких ограничений но разумные там 2 миллион думает до 10 миллионов вообще спокойному даже 100 миллионов там какое-то время займет у нас да но вот таких ограничений то вообще у нас нет видите здорово не знаю почему вот этот способ давайте вот это убираю но как-то он почему-то популярностью не пользуется хотя но способ так классный да и вот эти запись не сказать что сильно сложнее у нас по сравнению с рекурсии то есть вот вот вся программа пожалуйста без ограничений практически все считает поэтому пользуйтесь да предлагаю так ну и давайте дальше переходить кстати вот на решу игре редко встречаются в других каких-то ресурсах часто вот с помощью такого списка значений можно задачи решать так по моему еще одну да еще одну задачу я вам приготовил там дальше на самостоятельный будет вот такая задача тоже там есть они какие-то такие уже какие-то усложненные там надо где-то не трудно догадаться там еще что-то на кратность проверять еще одно из таких похожих заданий взял значит посмотрите здесь у нас омрачено все диапазон чикам да то есть у нас 10 7 это 10 миллионов до 80 миллионов до 70 миллионов значений надо прогнать вот и для каждого значения вот это все каждый раз считать да то есть посчитал для 10 миллионов потом для 10 миллионов 1 10 миллионов 2 и так далее конечно рекурсивные здесь некие вычисления уже не вывезут а вот с помощью списка значений давайте попробуем эту задачу решить так у меня 80 миллионов ну да пожалуйста 80 миллионов и сделаем так раз два три 4 5 6 7 давайте я единичку на конце влеплю потому что включительно да у меня будет поэтому последний у меня восемь раз два три 4 5 6 7 так плюс один влепили поехали фатен равно 1 если н равно кстати суши как здорово не отрицательное целое число с следующими соотношениями нумерация с нуля прям очень здорово и у меня тоже это я не специально так повезло хорошо значит вот давайте я один сразу гигантский фор пишу начиная с единицы и здесь и вам проверяем да на четность нечетность если у нас аргумент четный то мы значит работаем по такой формуле значит фит и присваиваем если четно да я почему-то начал с этого ну давайте тут напишу это у нас effort на целое деленное на 100 вот такая формула не поленюсь напишу 2 и в хотя мог елся написать так если же она нечетно то значит значение элемента вычисляется по формуле так опять и тут круглые скобки поставил вместо квадратных исправляюсь считаем как в к пока без фкида n процент 10 и процент 10 до сейчас там тоже исправлю тут везде и у меня да в качестве аргумента значит и процент 10 умноженные назначения элемента с номером и деленные на 100 вот единственный вопрос как долго будет а слушайте даже мне но я давайте набью все значения да не только с десяти миллионов а все 80 миллионов потому что мне жена посчитать чтобы посчитать вот эти значения начиная с 10 миллионов предыдущие мне тоже все надо знать так ну конечно не охота потом отдельным отдельным форум то бежать еще 70 миллионов раз проверять вот это вот условия давайте я прям здесь же прям здесь же тогда и проверю вот на вот это количество да то здесь заготовочку сделаю здесь напишу что и фанта проверяю если у меня значение элемента в этот момент а хотя слушайте не знаю можно ли будет потом каунтом проверить данные новая на давайте ладно давайте по поэкспериментируем пока ради красоты вот так и все оставлю вообще интересно долго ли надолго ли все это затянется да все таки у нас 70 миллионов действий так запустить так сейчас тут ошибочки еще уберем фатина у нас тут так ну думает да думает так хотелось бы конечно знать где мы находимся давайте здесь проверочку сделаем такую значит 80 миллионов так ну пусть он каждые сто тысяч нам признак жизни подает для этого вот такую мигалочку сделаем я вот так вот сделаю 7 умножить на 100 ну вы догадались это в процентах да у меня в процентах сколько отработано да уже значение отработала так но идет процесс идет процесс так ну конечно я тормозну потому что мне ответ то не печатает никакой до холла уберем давайте здесь можно и пореже себе напоминать я давайте через каунт и в точку каунт количество значений 35 просто вот это действие тоже может затянуться поиск в списке из 80 миллионов можно было здесь до делать проверку если что к плюс один но давайте я вот так тоже не очень понимаю зачем составители за бабах и ну и меня первый раз совсем чуть-чуть не дождался зачем вот эти значения миллионы огромные можно было в 10 раз меньше в принципе ничуть бы качество задачи от этого не пострадала так 0 до удивительно это удивительно а мне еще надо было значение из диапазона 10 в 7 до 10 он там не вообще все до сделал что давайте тогда здесь тогда сделаем через количество здесь делаем если и у меня больше либо равно чем 10 в 7 то к плюс 1 а вот это сделаем здесь напечатаем к странно почему он у меня аккаунт не ушел вообще конечно я не удивлюсь тут составители могут и такие всякие задания делать что ответ 0 правильный вот кстати я вам про чё говорил про деление нацел и не нацел и да видите он иногда вроде бы нацел и ж делил но 8 а вон видите , что-то там 04 поэтому он , 0 0 1 вместо 55 поэтому вот лучшим там 10 а сушить а вот тут он что-то вывел почему таком может каунт в таком огромном списке не сработал до 70 миллионов один так а тут а да что такое я не проверил что у меня f равно 35 до ну давайте финаль запускаю так ну тут чуть дольше дано потому что там вот эти ифы проверки конечно без них а может быть секунд на 5 быстрее бы сработала но так зато интерактив и видим как 0 ну вот может быть такой ответ если я конечно 5 может где-то не это остаток отделения целую часть и деленное на 100 если н ах тышь я все перепутал до отчетно нечетно перепутал но все сейчас точно финальная так мы можем пока он считает подвести итог да то есть посмотрели есть задачи с небольшими значениями есть прямые обратные задачи в общем все типы мы с вами посмотрели с огромными значениями вот я вам предлагаю вот этот способ тоже со списком значений то есть не только рекурсий но и хранить в списке вот для самостоятельного решения сейчас он тоже задачи предложил так но все равно ноль получается ничего не могу поделать давайте ответственно не сушки чё ты не ноль да не ноль где наврал а и фатен равно единице если n равно 0 а я начал с нуля вот такая мелкая деталь да мне надо было изначально единицами забить ну тоже почему-то уже мог бы и сразу ответ посмотреть так ну сейчас она досчитает да значит будем на этом заканчивать лекционную часть давайте ответ только смотрю вот и предлог предлагаем вам задание также самостоятельно после чего мы их с вами разберем так ну все они не побили не могу победить не могу победить у меня получается все равно не получается так ну что так ну давайте на этом закончим лекционную часть да а потом когда разбор заданий для подготовки я постараюсь разобраться в чем дело сейчас чтобы вас не задерживать и сообщу давайте на этом закончим